У них там сейчас, конечно, такие события, такие большие надежды у всех, они ожидают, что все, все наладится и все будет. Еще лучше чем будет, да? Ну так и должно быть, раз побеждает, ну я бы сказал, что раз подпорили политику, ну лучше все, потому что когда побеждает оппозиция, обязательно страна должна пойти вперед, мы так считаем, потому что то, что есть, если мы это поддерживаем до сих пор, значит мы сейчас поддерживаем народ еще лучше, за развитие. Демократии, допустим, и все, и все, и думаю, что так и будет, потому что это беспособленный и бывший царь правительства, который во главе с Акашвили, и новая правительства, которая придет, потому что мы считаем, что, я лично считаю, что это хорошо, это хорошо, что так случилось. Если они будут сотрудничать вместе друг с другом, вот и в будущем, это еще лучше, если они не будут другими врагами. Добрый день, прямая линия, назовите, пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте, меня зовут Зинаида, я из Кива, и у меня вопрос по поводу вашего нового фильма «Старяков 2». Насколько я поняла, он будет довольно биографическим, и вот хотелось бы узнать, если попробовать все содержание фильма в одну с другом месте, может, вот девиз, какой девиз будет у нового фильма? Будем ждать. Выдержи, да? А я, да, да, я могу так сказать, до последнего выдоха, до последней черты, до последнего выдоха в бой идут одни старики, вот так вот, примерно. Будем до последнего держаться и будем спасать друг друга и других. Второй раз создаем вторую поющую эскадриль, она рождается второй раз. Спасибо, спасибо вам большое, удачи, до свидания. Спасибо. Вот еще что хотел уточнить, вот события происходят, это уже в наши дни или все-таки там, ну, 10 лет после тех событий, которые мы вели? В наши дни. В наши дни, все тоже современные. Мы немножечко там и возвращаемся в прошлое, вот, скажем так, воспоминания есть там у нас и такой прием. Но это связано с биографическими. Но все, 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 что мы, в общем-то, здесь пытаемся, в общем-то, попытаемся сделать, это судьба каждого из нас. И в основном это просто правда, чистая правда. Вот. Иногда немножечко. Добрый день, прямая арена, назовитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Добрый день, меня зовут Светлана, я из Киева. Вот, мне было бы очень интересно узнать, вот, вы только приехали в Украину, а сейчас в Киеве. Вот, вы не можете сказать, как вы оцениваете культурные потребности жителей нашей страны? Саша, отвечай за свою руку. Вы знаете, ну, я вам так скажу, все-таки мало альтернативы у наших людей по поводу своего культурного воспитания, потому что то, что я, так сказать, вижу не по телевидению, не в кинематографе, немножко однобокое все, но это мой взгляд, он личный. А потребности сумасшедшие, я вам скажу, вообще, почему возникла вот идея и фильм, и все. Вот мы поездили на концертах, вы себе не представляете, как люди нуждаются в нормальном, чистом, искреннем разговоре. Без всяких абстракций, гиперберализации, лжи и так дальше. Просто настоящий, хороший разговор с людьми. Плачь уважительный. Уважительный, во-первых. Понимаете, их надо уважать, этих людей. Любить и уважать, и, в общем-то, пытаться раскрыть жизнь человеческого духа, в первую очередь. Они все вот эти низменные штуки, они устали уже от этого все, просто устали. Это на наш взгляд. И вот этот, как они задают вопрос, как мы живем, чем живем, как преодолевали вот эти трудные дни, которые мы все в нашей стране. Вот это их интересует. Как они сопереживают. А сопереживают, вы себе, ну рыдает, ну вы оторваться не могут, потом мы же потом еще часами стоим, раздаем автографы. Мы не можем вообще общаемся, потому что, ну просто, понимаете? Я скажу еще чуть-чуть. Я скажу еще чуть-чуть. Вы знаете, я, это Саша сказал абсолютную правду, то, что происходит на встречах наших. Это будет происходить и если мы сделаем удачное кино. Об этом и будет. Но, вот я, например, вот пошел по-другому немножечко пути. Я создал программу, которую назвал, значит, урок духовности и красоты. И я иду к детям, в школу. Это как раз тот возраст подростки, которые, казалось бы, не верят ни во что. Я вас уверяю, я вам говорю абсолютную правду, что не было случая, чтобы хотя бы один ребенок меня не понял. Такого не было. Я провожу уроки, я прихожу в школу бесплатно, провожу урок духовности и красоты. И я с детьми разговариваю по-взрослому, но о красивых вещах, о духовных. И вы знаете, совершенно другие дети, они все прекрасно понимают. Вот это и есть потребность. Общество, общество есть потребность в духовности, в восприятии красоты, любви. Конечно, это есть. И молодежь, она абсолютно, я не могу согласиться, что молодежь уже потеряна. Работать надо, нужно идти к людям, нужно с ними общаться. И молодежь замечательная, замечательная. Только нужно их правильно, правильно снизить, разговаривать и воспитывать. О, я прошу прощения, а как вы считаете, вот вы были по Украине ездили, нужно строить библиотеки, открывать библиотеки, вот дальше были клубы. То есть сейчас как бы это все в большинстве маленьких поселков пришло в упадок? Вы знаете, это настолько все интересно, конечно, вы очень глубокие вопросы задаете. Ну а я вам скажу, что, конечно, мы выступали, вот приезжаем в деревню. Вот все 21 год незалежности нашей, не было ни разу, люди не собирались в клуб на какое-то мероприятие. А мы приезжаем, у нас только мобильные, у нас и своя, скажем так, и электростанция своя, и своя аппаратура, и свое видео. Все, мы приезжаем, через полчаса мы развернулись и показываем людей. И они, конечно, это настолько благодарная публика, это столько разговоров, столько слез, столько воспоминаний. А когда я сейчас пою песню с будущего фильма, люди вообще раскрываются полностью, они готовы отдать все, они готовы по рублю сброситься, лишь бы мы сделали побыстрее кино. И кино ждут, и друзья ждут, да, Вану? Обязательно. Ждут, люди знают, после Кистани, все знают об этой картине уже давно. И я думаю, что нам, конечно, очень сильно повезло, что мы встретили вот как раз Александра Третьякова, который как раз и взялся нам помочь именно на начальном, на подготовительном периоде, самом сложном. Вот когда мы притремся с той творческой группой, которая у нас получится, когда мы приведем порядок и в соответствии наш сценарий, наши замыслы, когда все уляжется, мы тогда вздохнем. Мне кажется, мы сейчас сами очень напряжены, потому что мы затеяли такое большое дело, и мы все время ответственны очень. И мы очень напряжены в этом отношении. Даже как-то вот мы, когда начинаем общаться, даже иногда мы не понимаем друг друга. Но когда вот все это уляжется, и пойдет творческая работа, красивая, духовная, я просто уверен в том, что мы обязательно победим. Обязательно. И маленькое дополнение вот к этому вопросу по поводу, нужно ли открывать библиотеки. Конечно же нужно, но смотря что в этих библиотеках будет. Я вспоминаю высказывание, которое меня поразило, Макария Оптинского. Есть такой воздельный оптинский старец Макарий. Он вдруг сказал, когда его спрашивали по поводу, ну это во время большевиков, всеобщее образование, да, читаемость. Он говорит, вы не спешите, вы не спешите, чтобы все были грамотными. Он говорит, почему, как, ну это просто, да, ну вызывало кучу. Он говорит, вы еще, вы еще застанете, когда на прилавках книжных будут одни голые задницы и мамы. И вы тогда вспомните мои слова, на чем будут воспитываться ваши дети. Я тоже, когда это читал, понимаете, вначале вопрос, а потом, когда задумался, то, что сейчас происходит. Дело же не было. Смотрите, у нас же колоссальный интернет, и да, что, что оттуда вкладывать, что будет потреблять из этих библиотек? Да, значит, их не только и смотри, что они там смотрят, они же все найдут там. Это фантастик. А найти колоссальный вопрос. Главное воспитывать их вкус определенный, понимаете, в жизни. Что, что, что поопотреблять? Вот мне кажется, что если все-таки мы доведем дело до конца, мне кажется, что вот наша картина, пусть это кто-то подумает, что мы, в общем-то, превышаем свои какие-то возможности, и, может быть, даже о себе лучшее. Мы думаем, чем да, чем на самом деле есть, но мне кажется, что вот в этом нашем фильме мы постараемся сделать так, чтобы это была, вот, может быть, одна из ступенечек, первой ступенечек, вот как раз подходу к воспитанию молодежи. А более старшее поколение, оно и так нас принято, потому что они нас любят и даже прощают многие вещи, вот. Но именно как лучик духовности, как лучик понятия, что такое достоинство, что такое честь, вот это мы постараемся нанести молодым. Мне так кажется, что это нам должно удастся. Спасибо вам большое, нам надо, благодаря ждать. Спасибо за вопрос. Маловато нас огня. Ну, каждый должен свое делать, да, вот, конечно, конечно. Я хотел чуть не согласиться с тем, что выбора нет. Вот, наверное, правильно, выбор-то как раз есть, то есть, есть классика, есть, как бы, другое дело, действительно, наверное, все-таки, вот, больше воспитание. Ну, то есть, если направят, то есть, чего выбирать, есть вещи, я думаю, в кино, найдутся, как бы, в литературе, те, которые могли бы, как-то, ну... В крайнем случае, опять-таки, у нас есть, ну, те фильмы, которые снимались с вами, почему-то Мехик пересматривает, правильно? Конечно. Предлагать надо. Если человеку с детства, он ни разу не слышал классической музыки, музыки, и потом его привести на это, то я не воспринюю. Так в этом, ну, так надо же все давать. У нас вопрос. Добрый день, прямая линия, назовите здесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте, меня зовут Александр. У меня вот всем ученикам прямой линии вопрос. Мне просто интересно, вот, как часто вы сами смотрите фильмы, ходите ли вы в театр, читаете книги, вот, или что именно, если как бы, может, так сказать? То есть, что именно читаете, что именно смотрите? Наверное, я не уведу, Александр. Ну, ладно, я говорю, в театр. Ну, что в театр? В театр, конечно, мы любим и ходим, конечно. У нас, даже представитель, у нас народный артист, он и был, и даже художественным руководителем театра был. В свое время. Один из старейших театров вообще, ну, бывшего союза, если вы, это, в Грузии, Телари. 250 лет театру был. Вот, Вануэн Белидзе его, сколько-то, 3 года возглавил, да? Да. И был художественным руководителем и директором этого театра. Ну, вот, касательно, все-таки, что вот по очереди, что посоветует, то есть, говорили о воспитании, воспитываете. Что посоветуете, почитать и посмотреть? Вот, если, допустим, я скажу, да, я, например, вот сегодня у меня как-то уже, у меня, видно, и по возрасту, и уже по времени, у меня не осталось времени уже там, как-то читать большие романы там, приключения и так далее. Я сегодня читаю духовную литературу, вот, для меня это, я там открываю очень много, я много-много раз могу там прочитывать что-то, и моя задача, вот, как я чувствую, потому что уход там, может быть, уже и недалеко за горами, что нужно, в общем-то, свою душу, свое сердце, в общем-то, как можно больше наполнить каким-то чистыми мыслями, какой-то, ну, вот, у меня такое, я не знаю. И, соответственно, у меня такой подбор и литература идет. Вот, если я что-то читаю, я именно вот в этом направлении мысли. Я вообще уже телевидение смотрю в течение трех лет вообще. У меня нет, так сказать, телевидение, все, что нужно, то, что я люблю, то, что я считаю нужным себе, я ищу в компьютере. Без реклам, без этих всех дел. Я тоже читаю юридическую литературу, альтернативную историю, вот. Но я еще занимаюсь нетрадиционной медициной, поэтому мне интересуют все. То есть идет развитие, развитие как личности, как и физической супруги. И, конечно же, художественная литература. Олег, пожалуйста. Мне очень огорчает, например, я заставляю свою дочь читать все-таки, все-таки больше склонность сейчас к тому, что дети, например, меньше читают украинскую пластику. Ну, например, моя дочь, у нас бабушка, работала в музее Шевченко и вела там всегда экскурсии от этого все. И она сказала, что на свете есть два мужчины, Тарас Шевченко и ее зять Ваня. Ну, так я любил. Поэтому она нас, конечно же, снабжает дочку в украинской классической литературе. Я все-таки хочу, чтобы моя дочь, например, знала и Кушкина, и Толстого, и чтобы она не просто так... Ну, мне обидно, что из этого сделали чуть ли не факультатив. Я не против русской... Я не против, вот сейчас, законы о умовах и так далее, и так далее. Я чистый украинец, я из Винницкой области, из села, и я приезжаю к себе на мобилу уже моих родителей там в село, я чистый украинский хлопец, и никто, наверное, за эпидуги в том, что вот приехал, начинает штокать, какать и так далее. У нас в селе этого страшно, люди говорят, о, уже что-то схватил где-то там. Но так, ну, как-то привыкли же, в театральном институте... А что вы читаете? Я читаю... Не улетел здесь историю... Да, ты хочешь, чтобы я не отвертелся? Конечно же, мне жена говорит, это превратилось с шестерной, может уже казаться как наказанием. А мамочка нам подарила два билета в русскую драму, мы идем тогда-то, мы идем. Она у меня молодец все-таки, хотя она закончила математический факультет в университете. Это кто молодец? Моя жена. Вот, вот. Потом завтра мы идем, вот два билета мы идем на Левом берегу, там, драмы, комедии, там, и корсиканты, и еще такое. Я это делаю с удовольствием, но самой инициативы во мне нет. Я раз в неделю обязательно, мы уже 28 лет, вот я был когда-то... Кстати, чтобы снова не было заблуждений, я как один хотел меня унизить, сказал мне, народный артист незаслуженный, а артист из народа. Так вот, я артист из народа, я этим очень гордился, я ему ответил, что Высоцкий тоже артист из народа, и поэтому мне такое высокое звание не присваиваете. Вон в Грузии отменили все звание. Я просто актер, вот, наверное, я сослужил. Вот так привыкли почему-то старики, да, выбивают одни старики, все народные артисты. Они нас считают, все други. Других они бывают. Вот, Вы народные артисты, что это в жизни не было? Я артист из народа. Да никто о нас не думает ничего, ребята, что там, кто там думает, заслуженный, никто не думает, все хотят, чтобы было хорошее кино. Потом я, значит, пойду на такую мысль. Ну вот кто вот сидит, Али, подожди, успокойся, смотри. Вот сидят люди, спроси вот любого, кто об этом думал, заслуженный ты или народ? Да никто не думает об этом. Народи просто приезжают и говорят, вот это легенда, дайте за Вас потрогаться, за живого. Вот потрогаться за мертвого, меня чего там трогать уже. У нас эти все звания родители, и кто в первую очередь из-за того, что выходя на пенсию, люди, несчастные актеры, получали хоть какую-то дабыру. Понимаете, да? А представьте себе, как это звучало. Народный артист Калифорнии Джек Николсон. Ну это, да, ну смешно. Это все вынужденные наши социальные дела. Я говорил, Саше, да, что у нас даже нету отменили, вот нету академический театр. Театр отменили, звания отменили, все. Нет такого. Вот, есть театр. Я был в Грузии в очень театральной, театральной. Да, несмотря на то, что очень театральная страна, и очень много театров отменили. Ганнов умудряется, это же он скромничает сидит, вот пусть бы рассказал. Он умудряется работать в трех театрах сразу. Да, я в Танклариусе, да? И антрепризы еще. Я в Танклариусе в Театре Туманишвили, кстати, это мой курс. Я открыл театр, когда мы закончили институт. И играю еще в свободном театре, при Театре Гребедова. Ну, председатель я сами. Я сыграл очень много ролей, у меня больше ста. Кроме всего три раза побеждал лучшие команды. Да, не команды. Нет, я просто скажу, что сейчас скажут, что ты хвали себя. Я с тебя хвалю. Я не посчастливился в том, что я был сам молодой такой. Стал, ну, если сейчас это не говорить, что Алим что-то в лице. Я был сам молодой послуженным артистом в Грузии, когда давали, это было. Как вам говорят? В 88-м году. И государственную, власть государственной премии. Я дважды, я о чем горжусь. Я горжусь более тем, что я был дважды лучшим актером года в Грузии. Это большая награда. Как будто ничего, да? Это не государственная награда, но театральное общество пришло. Это было мне дважды раз, это первый был, когда я сидел в Алале, наш классик. И на Анишвили поставил спектакль в Мури Хонтария. И второй, когда я сыграл Луни Чеперантелло, Генрих четвертый. А государственную премию получил, Тамаш Чиладзе, есть такой, знаешь, тоже грузийский, такой драматург, очень интересный. Там-то смогу его доставили на Христо-Каэр. День встречи. Вот для меня, и когда я ушел с театра, как начальник театра и художественный руководитель, это был 85-й год, меня дали премию Котэмарджанишу. Это для меня, это большая премия для актера, для актера. Это в основном дают риса. Наш груз. Я не знаю, почему это сделали, как что, но как будто за мое творчество вот в эти годы в театре, и я столько работал, что я очень мало снимался в кино, потому что я все играл. Если бы я уходил в кино, там театр бы остановился, понимаете. И всегда он говорит, что вам нужно, давай уезжать, значит, закроем театр. Или как будто вот на этом самом, на совесть они играли, начальники тогда театра. И я тоже вот, что, ничего не могу сказать. Я, 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 когда приехал и искал Вано, в Телане, ну, добрался до Телане, приехал, значит, искать его. Я говорю, Вано, Вано, Ян Белидзе. И разговор был возле рынка. И там людей собралось много. И они все как начали радоваться, и начали плясать, и танцевать, и петь. И Алалы, да-да-да-да. А я думаю, что такое? Он играл роль, сыграл роль Алалы. Так люди, люди ходят и поют его песни, которые он поет со сцены. И они меня взяли за руку и потащили к нему домой. Вот так вот нашли Алалы. Я, 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 конечно, это было очень трогательно. Народ, на базаре, люди простые, бросили прилавки, повели меня. Говорит, мы тебя сейчас покажем Алалы. Смотрю, Алалы, я тобой. Ты еще на телевидении детские эти. Да, да, я еще веду передачу. На доброе жди. Спокойной ночи, маляши. Ирбонарский детям. Я хочу вам одно и то рассказать, если это не найдет много времени. Ну, это зависит от тебя. Да? Да, это хорошо, коротко говоря. Я не смогу этого. Спасибо за звоночек. Есть еще звонок или? Не привязался. Ждем следующий. Добрый день. Прямая линия. Назовитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Алена. Я из Киева. Алло. Да, Алена. Меня очень интересует, какие песни написаны для фильма. Готовы ли они? Кто их уже вспомнит? Это вообще, в принципе, сможет ли вы пересекалять с муглянку? Так как его пересекалять с муглянку? Все почему-то считают, что мы что-то должны пересекалять. А мы должны и все. Я согласен. Добрый, красивый, хороший фильм, как Виля говорит, что бабушки сели с внуками и с удовольствием посмотрели. Получили удовольствие и внуки, и бабушки. Вот в новой картине, вот в новом фильме, я тут немножечко с тобой не соглашусь. В новом фильме, в нашем, и ты это прекрасно знаешь, что ты забываешь это? У нас, мы наконец-то станем поющей эскадрилькой. Мы будем очень много песен петь и современные. И это будет... Подожди, я думаю, что мы не поющие. Все фильмы, все песни из фильма выйдут мистерики, мы пели сами. Сами пели. Просто у нас есть одна песня, которая, она главная будет, она как лейтмотив будет во всем. Вот эта песня, она у нас будет звучать, и мы ее будем исполнять. Я думаю, что все вместе будем исполнять. Вот, и там, до последнего вылета, до последней чертки, до последнего выдоха в бой идут старики. Вот смысл этого будет. А песен будет много, красивых, современных даже. Я понимаю, а вы сильно не приглашали никаких нам звезд, для того, чтобы они озвучили. А еще чего не хватало. Мы сами звезды. Отлично. Спасибо вам успехов. Спасибо. Дима Билан, ваше песни в фильме петь не будет, на самом деле. Нет. Я думаю, вы обречены на то, чтобы у вас все равно будет сравнивать, это перемаркет тому, что, то есть, почему щеголяет. То есть, вы можете для себя внутренне, наверное, там, понятное дело, не доказывать что-то. Вот, но, увы и ах, то есть, вот это сравнение, они... Обязательно. То есть, это все равно никак не есть. В этом липе ответственность. Добрый день, прямая линия, назовитесь, пожалуйста, задавайте вопросы. Здравствуйте, меня Наташа зовут, я из Киева звоню. У меня такой вопрос ко всем, если можно. Кого наши уважаемые артисты считают на сегодняшний день лучшим, самым гениальным режиссером? И российским, и, если можно, ну, не знаю, там, Голливуд, и мир. И украинским, наверное, было бы интересно. Кого ты считаешь, Иванович, самым гениальным режиссером в России? Лучшим. Лучшим. Лучшим у нас, в Украине. Можешь я бы призвать? И в России. Ну, это трудный вопрос, я даже не знаю, как на него ответить. Это же чисто, чисто, скажем так, личные, личные симпатии. Я не знаю, ну, трудно сказать. Знаете, трагедия-то в чем? И попробую ответить на такой вопрос. Кого-то не вспомнишь. Да, нет. Даже если ты назовешь кого-то сейчас из режиссеров, которых ты любишь, они сегодня неуделы, скажем так. Они сегодня абсолютно не работают. И находятся, может быть, в плачевном состоянии духа и в творческом таком состоянии плохом. Трудно сказать. А в мировой кинематографе, ну, знаете, очень все сложно тут. Это нужно, знаете, давайте мы соберемся отдельно по этому поводу поговорим. Это глобальный вопрос. Спасибо вам, Наташа, за вопрос. Но на него очень трудно ответить. Это будет очень долго. Спасибо. Просто нам, как людям, в общем-то, выходцами из советского кино, наверное, трудно будет перестроиться. И все-таки у нас ориентиры на тот кинематограф и на тех режиссеров. И очень трудно будет нам перестроиться. Если нет звоночков, давай мы, наверное... Да, собственно, больше не будем пускать звонки от читателей. Коллеги, у вас сейчас есть время как раз задать интересующие вас вопросы. Леся Ванлова, Первый национальный канал. Для нас большая честь видеть вас здесь в Украине. Мы только что общились с политиками. И мне очень приятно именно с чистыми людьми пообщаться. Расскажите, пожалуйста, о будущем фильме. Откуда идея? Кто инициатор? Сценарий режиссура.